В пяти километрах от города образовалась вот такая несанкционированная свалка. Скорее всего, ее организаторами выступают подрядные организации, поскольку большинство мусора, который убирает спецтехника, является строительным. Бить тревогу о том, что нечем дышать, начали жители близлежащих поселений. Первой точкой обращения стала администрация. Однако действовать чиновники не торопились. Тем временем сухие ветки, кровли и прочий мусор образовали горы, опасные для экологии и человечества. К большому сожалению, изначально никаких ответов со стороны администрации получено не было. И с нами связались представители горкомхода, за что им большое спасибо. Они, получается, объединили администрацию нас и их предприятия. И вот мы сегодня находимся здесь, все вместе, ищем пути решения, чтобы эти свалки дальше убирались, чтобы жители их не создавали. Полдела сделано, люди собраны. Осталось лишь ликвидировать последствия халатности тех, кто приложил руку к беспорядкам. Сейчас на учете в реестре стоит порядка 150 свалок. И это только по официальным данным. Список, к сожалению, с каждым разом пополняется. Хочется, конечно, обратиться непосредственно к жителям города Ульяновска. Все-таки здесь находятся и отходы производства, и отходы непосредственно жизнедеятельности людей. То есть это все зависит непосредственно уже от населения. То есть это все уже идет от них. Ответственность за уборку земельного участка ложится на плечи собственника. Конкретно в этом случае его найти не так просто. Если верить кадастровой карте, участок входит в категорию земель сельскохозяйственного назначения. Однако убирать его приходится своими силами. Мы всегда стоим за поддержку чистоты и порядка родного края. Соответственно, ответили на эту просьбу и убираем ее. Все отходы, собранные здесь, они попадут к нам на сортировочный комплекс. Дальше делегация чистоты отправится в Цельнинский район. Оттуда на сегодняшний день поступило уже семь обращений. Буквально через дорогу от предыдущей находится вот эта свалка. Ситуация аналогичная. Ботовой мусор, грязь и даже бампер от старого автомобиля. К сожалению, машина спецтехники до сюда еще не добралась. Удастся ли ликвидировать все свалки, покажет время. А пока надежда остается лишь на то, что новых несанкционированных точек сбора мусора не появится. Александра Никитина и Даниил Сурков, Улправда ТВ.